Добрый день. Начнем разбегивать небольшой бутербрейк. Начнем, как обычно, со спорта. Я хотел бы рассказать небольшой доклад о том, как вообще использовать и применять техники и технологии машинного обучения и компьютеров в построении и решении реальной практической задачи. Больше я буду концентрироваться в этом докладе именно о том, как строится весь совокупный хайклайн такого рода проектов, какие бывают сложности, трудности, ну и какие на самом деле ограничения есть и какие ограничения влияют на построение и развитие такого рода проектов. Ну, собственно, суть задачи. Суть задачи достаточно проста. Мы имеем, как правило, вот такое видео, мы имеем матч, мы его смотрим классно, но мы хотим получать отсюда полную статистическую картинку в лед во время проведения матча. То есть мы хотим знать о каждом треке каждого игрока и о том, что происходит на поле в автоматизированном виде. Вот, и, собственно, по ходу этого доклада мы и будем решать эту задачу. То есть это вот как бы предусловие. И определенные ограничения, то есть как обычно всякая система накладывает на нас определенные ограничения. Ну, во-первых, то, что мы увидели, это панорамный view, то есть мы должны практически в одном кадре охватить все поле. Вы представляете, футбольное поле достаточно большое, соответственно, это говорит о том, что у вас должно быть удаление, или же вы должны работать с несколькими камерами и сшивать эту картинку вместе. То есть у вас получается, ну, и очень далекие объекты, они очень маленькие, вы должны максимально их увеличить там теми же техническими средствами и той же камерой. Поэтому у вас, как правило, на вход идет не то, как вы привыкли в моделях, фреймы по 428 на 253 пикселя, а это 8К фреймы. Плюс к этому маленькие объекты. И, как я говорил, нас интересует эта информация исключительно в реалтайме. То есть мы хотим знать все изменения сейчас, как они происходят во время непосредственного матча. Ну, и, естественно, аккуратно, секураси, мы претендуем на то, что она должна быть 5 девяток, потому что мы на основе этой информации должны потом принимать определенные решения. Ну, и, собственно, то, что накладывали уже организационные рамки на этот проект, это короткий R&D период, то есть и он включал сюда и разработку взаимодействия Hardware с камерами, с которыми работаем. И основной из основных требований, что та система, которая есть, она должна работать в модели Zero Operating. То есть тот человек, который оперирует этой системой, он не должен тратить большое количество времени, у него нет большого знания и умения для того, чтобы провести предварительную калибровку настройку системы. Эта система должна прийти, встать иначе термопатом. Вот, собственно, это те предусловия, которые были в проекте. Ну, вот тоже маленькие такие небольшие челленджи, которые есть. То есть вот это вот, в принципе, картинки, которые взяты из реального видеострима, то есть как выглядят игроки. То есть вы здесь можете увидеть, что вот это вот, вот это на самом деле вратарь, да, а вот это вот, а вот это не мяч, это его рукава. Ну, очень похоже. Ну, опять-таки, качество, то есть, как я говорил коллегам, что мы работаем, то есть для нас на дальнем поле игрок, он может быть, находиться там в размере 26-24 пикселей. Что тоже является достаточно сложной задачей. Ну, да, коротко о команде. Зачем мы это делали? Потому что одно из основной направлений нашей компании является сбор, доставка клиентов спортивной статистики. Поэтому вот такой короткий ответ, зачем это делали. Мы большие, нас много, мы находимся везде, пытаемся собирать везде статистику. Это тоже один из, зачем автоматически, потому что мы хотим запускать это как можно в больших местах одновременно. Поэтому требования к стоимости сетапа тоже достаточно большие. Это тоже, почему мы не используем, допустим, профессиональные камеры. Ну, и, собственно, вот во время работы та команда, которая работала над этим, как вы видите, все продавались. В основном надо было поднимать и доменную экспертизу, бегать ногами, понимать, как это. И ездить и работать с ПТС, с профессиональными телевизионными станциями, понимать, почему нам не подходят стандартные телевизионные установки, монтаж от режиссера. Ну, и также лазить на непонятные конструкции для того, чтобы снимать поле как можно эффективнее. Ну, и сидеть и думать за барной стойкой, просматривать, как проигрывает Арсенал. Вот, у нас тоже такие специалисты есть. С Арсеналом, кстати, у нас много связывает, потому что, ну, первое видео, которое вы видели, он на самом деле тот, который мы нашли, в котором стартовали, тоже Арсенал Вест, то, с чего начиналось. И вот в январе этого года мы, по сути, начали этот проект. То есть мы, имея знания и опыт и в доменной индустрии, и, в принципе, в ML и AI, понимаем, что, в принципе, на сегодня, как многие говорят, уже все проблемы Computer Vision решены, поэтому ничего не остается делать. Вот, мы сейчас берем модель, ставим, представляем, как, ну, и все у нас будет работать. Ну, вот мы взяли первое видео, ставили, посмотрели и работаем. Вот. Идем дальше, понимаем, что надо уже разделять. То есть есть у нас input, тот качество картинки, которое идет, эту, которую мы ожидаем, оно не всегда такое, как мы хотим. То есть там достаточно много. Мы начинаем выделять уже трекинговую систему как отдельный модуль. То есть мы пошли по пути того, что мы понимаем, что нам надо делать систему, которая будет устойчиво, пропасана на различных средах, на различных стадионах, на различных матчах. То есть стадион от стадиона на самом деле тоже очень сильно отличается. И наш небольшой путь, то есть за короткий промежуток мы уже понимаем, что кроме того, что мы трекаем, как раз то, ради чего мы делаем, это event detection. То есть это дополнительная подсистема, под модуль, который сидит уже на трекинговых данных и позволяет принимать определенные решения, которые описывают тактику и стратегию проходящего матча. Дальше система разрастается, на этом не останавливается и мы хотим войти в реал-тайм. И это то, почему мы, к примеру, не сильно ударялись и не сильно использовали и в реал-тайм на реально разумном оборудовании. То есть если мы говорим о текущем hardware setup, то вот такой ноутбук, с которого я делаю презентацию, по сути, и есть рабочее место, которое обслуживает эту трекинговую систему, но вообще весь этот комплекс во время работы. Поэтому у нас появляется еще дополнительный компонент. Это, по сути, один из самых немаловажных наших компонентов. Это детекция персона. Дальше опять-таки трекинг мы разделяем на две дополнительные компоненты. Это у нас, получается, две разные тактики и стратегии трекинга. То есть у нас есть баллистический снаряд, то есть мяч, который имеет свои правила и законы трекинга. То есть он имеет и, ну может быть, описан иногда некоторыми функциями, которые описывают его скорость, траекторию. Но с другой стороны, опять-таки, там есть те же челленджи. То есть мы видим картинку в 2D и нам уже однозначно для того, чтобы более корректно просчитать траекторию самого мяча, нам надо ее каким-то образом преобразовать в понимание трехмерной координаты. То есть нам надо знать глубину, где находится мяч и отсюда просчитывать его траекторию. То же самое игроки, то есть по сути классификатор игроков. Мы должны достаточно грамотно и быстро в лед уметь разделять именно игроков, именно на поле. И мы должны понимать, что у нас есть определенные составы команд, у нас есть игроки, у нас есть вратари, которые тоже несколько отличаются от игроков. И у нас есть судьи. И у каждого есть определенная тактика и стратегия, то же самое движение на поле. И как вы видели в предыдущих слайдах, которые я показывал, там вот именно сами коллизии, которые есть на поле, они на самом деле определяют и дают достаточно существенные корректировки того, как мы делали и какие методы мы применяли для того, чтобы это решить. Вот. Это я так быстро, обзорно, чтобы подойти к этой картинке, как она рождалась во времени. То есть на сегодня структура всего фреймворка, то есть мы уже его называем условно фреймворк, который работает над приемом видеопотока, подготовкой видеопотока, экстракция оттуда, детекция объектов, экстракция треков, классификация этих треков и затем на верхнем уровне определение эвентов, которые происходят на самом поле, он представлен и выглядит примерно так. То есть у нас есть вот этот вот великий большой центральный модуль. Это input stream. Ну, в нашем понимании это все, что касается прихода данных. То есть мы на выходе, на выходе во все модели ожидаем строго определенной, специфицированной нами картинки. Это панорамный view определенного вида, который мы, собственно, и готовим с различных камерных сетапов. Это дальше абсолютно классические методы компьютер-вижн, то есть мы детектив объекты, мы трекаем объекты, мы классифицируем. Все. На самом деле вот в этой части реально ничего нового, все давно решено. Единственное, что это все, что давно решено, оно не работает на таких видеопотоках, оно не работает в строго определенное для нас время, которое для нас критично. Вот. И поэтому, именно поэтому здесь мы больше усилий укладываем на оптимизацию, подбор наиболее нужной, интересно взаимодействующих моделей, компонентов для нас. Дальше это event detection. Это, по сути, уже все, что работает над трекером. Это когда мы уже имеем полный лог треков каждого игрока, индивидуальный лог. Дальше мы уже можем делать больше предположения и описывать тактику и стратегию поведения игроков на поле. То есть это и графы связанности игроков, и графы отпасовок, и картину перемещения игроков по полю. Ну, дальше на самом деле огромнейшее количество материала, которое можно оттуда выбирать, спортивная статистика, она на самом деле нескончаема. Вот. И опять вот тот модуль UI, на нем остановлюсь только коротко, вот подчасть, это smart broadcast. То есть если мы уже имеем трекинговую информацию и имеем эту большую картинку, но в broadcast нам неинтересно давать такую панорамную картинку, потому что на самом деле она не сильно визуальна, но имея эти все данные, мы уже умеем делать автоматически ПТЗ. То есть мы умеем приближать и трекать за происходящей ситуацией, причем изменяя вот сценария, от множественности сценариев, которые мы задаем этой подсистеме. То есть мы можем отслеживать или активный мяч, или активную команду, или места на более активного скопления, большего скопления, или места на более четких коллизий, или точки возникновения неигровых ситуаций. Вот это вот как живет такого рода проект, вот за 9 месяцев как он ладится, как он разбивается в модули. Да, и это все компоненты, эти все компоненты параллельны. То есть такая архитектура на сегодня, которая есть сейчас, она позволяет его масштабировать горизонтально, вертикально, достаточно на больших объемах. То есть мы можем разносить компоненты и географические, ну и на различные вычислительные устройства. Зачем, почему, ну дальше потом попробуем это рассказать. Вот теперь не так быстро, а уже чуть более концентрировано будем останавливаться на компонентах. InputStream. Это то, что нам дает именно тот поток, видеопоток и те фреймы, на которых мы принимаем решение. И плюс к этому, так как я говорил, что мы работаем в режиме Zero Operator, нам, у нас нет возможности провести первоначальную калибровку и настройку на поле абсолютно. То есть мы должны поставить камеру, ну то есть кейс достаточно простой, поставить камеру на поле, развернув ее, включив, до начала матча, в течение 5-7 минут, иметь полную физическую картинку о поле. То есть мы должны знать его размер, как она находится, где находится разметка и получить по сути трансформационные матрицы, которые позволят нам из этой картинки дальше уже проектировать игровую координатную информацию на абсолютно любые плоскости. Вот. Это то, что делается в InputStream. Здесь, ну вот, примерно один из камерных сетапов, в котором мы работаем. Это, кстати, Олимпийский. Олимпийский, вот система работает, это двухкамерный сетап для такого типа полей с небольшим оптическим зумом. То есть, как я говорил, разные стадионы требуют разных камерных сетапов, потому что близость до поля у вас абсолютно разная и угол охвата у вас может быть тоже другой. Но если интересно, то стандартная телевизионная группа, которая делает съемку футбольного матча, это минимум шесть камер, которые расположены по стадиону. Вот. А на матчах UEFA это уже 12-16 камерный сетап, который работает для того, чтобы делать полную картинку. Ну, естественно, это еще, ну это мы говорим больше о режиссерской трансляции. Мы сейчас не работаем с режиссерскими трансляциями, потому что режиссерская трансляция – это боль. Потому что зумы, переключения, повторы очень сильно усложняют, и мы не работаем с этим. Мы работаем с предопределенной статической картинкой. Оператор, вернее, режиссера мы делаем сами, когда говорим о том, что мы умеем делать с Маргарет Кастом. Ну, собственно, вот так на входе это выглядит. То есть, это вот реальная картинка. То есть, вот так две камеры это видят. И первое, что мы делаем, мы делаем из этого вот так. То есть, это стичинг. То есть, первое... Но для того, чтобы сделать стичинг, для того, чтобы сделать грамотно стичинг, мы должны определить опорные точки, по которым мы свяжемся. То есть, мы должны понять, где находятся линии и как находятся линии. А сразу скажу, что для всей трекинговой системы она все равно учитывает правила проведения игры. То есть нельзя сделать абсолютно генеральную систему. То есть если мы возьмем вот эту систему, скажем, она сейчас нам оттрекает там любой, не знаю, массовую тусовку или нет, она понимает и у нее есть определенные ограничители, которые, ну даже оптимизаторы, которые задают о том, что она трекает, как это должно быть, какие есть стандарты, она это учитывает. Но автоматически, то есть вариации там присутствуют. Другой сетап, мы работаем с экшн-камерами. То есть обыкновенные экшн-камеры Sony X3000, то есть камера, помещаемая в руки. Вот картинка из нее примерно такая. Здесь то же самое, нам надо получить магию, то есть мы должны выровнять геометрию. То есть то основное, что делается в этом модуле, это андисторж. То есть это преобразование, трансформация имиджа, картинку именно так, чтобы мы получили оттуда более-менее нормальную координатную сетку, которой мы можем дальше работать, и трансформационную матрицу. Вот иногда у нас даже получались такие прикольные штуки. То есть мы впечатлились таким артом андисторж и начали производить вот такие вот роды картинки. Это очень классно, очень смешно, прикольно. Значит, сильные и слабые стороны. Казалось бы, берешь OpenCV и все решил. Опять не сильно работает, потому что берешь OpenCV и калибруешь камеру. Вот это примерно вот такое вот занятие. Веселое занятие, долгое. Вы не слышали крик этого человека, когда он откалибровал одну камеру, говорит, все, делаю pull request, все, я убегаю, все, все. То есть это не очень увлекательное занятие, но в принципе нужное, если мы работаем с OpenCV. Да, там достаточно быстрые методы андисторшина, которые есть. Но с другой стороны, достаточно большой пул и класс работ, которые предлагают более продвинутые алгоритмы андисторшина, это как раз вот на этой части, когда команда занималась этой частью, вы не представляете, какое огромное количество упоминаний всего одной фамилии. Я услышал, ну все мы слышали в комнате этого. Все вспоминали, где мои лекции профессора Шлезингера. Я хочу их найти, я хочу их прочитать, я хочу к нему опять. Вот. Это к тому, что в принципе иногда знания и математика нужны, и все хотят их вспомнить для того, чтобы решить такую задачу. Но да, к более продвинутым алгоритмам, которых не так уж много на самом деле, пейперы есть, и мы взяли один из них, имплементировали. И они позволяют работать с видео с любых камер. И, ну скажем так, отвязаться именно в процессы калибровки. Это вот они дают такие вот странные прикольные картинки. Вот. Но это как бы полбеды. То есть следующая основная задача, которую мы решаем, по сути это определение геометрии поля. Причем геометрия поля в картинках, мы должны точно понять, где находятся линии, какие расстояния. Учитывая то, что по правилам УИФА не все расстояния на поле сертифицированы, ну скажем так, стандартизированы. Есть определенные лаги, которые могут, поле может изменяться в длине, в ширине, то есть это допустимое значение. И приходя на стадион и разворачиваясь на нем, вы не можете до конца знать, как это поле соответствует стандарту УИФА или нет. Особенно если вы там, допустим, делаете съемку с счастливым под Киевом. Естественно, мы не сразу же первым делом не смогли не пройти. Мы сразу, как только увидели, сразу понимаем, что без LSD вообще никак. Вот в это все. И, собственно, вот эти техники, классические техники, классического компьютер-вижа, классического паттер-матчинга, отрабатывали, плюс кластеризация по цветам, определение линии поля и так далее. Вот оно все вроде работает, но не работает. Вот, к примеру, мы получаем, вот это проблема белого, да? У нас на самом деле белый абсолютно разного спектра на той же самой картинке. Все зависит от затемнения. А если еще здесь, вот вы представьте, что это как бы статическая картинка, вы представьте такую картину, вы снимаете на стадионе, у вас начинается низкая облачность, быстрое-быстрое перемещение облаков, плюс к этому включается освещение, которое, ну, меняет вообще картину освещенности на поле и тех, ну, как отбрасываются тени, как они появляются, ну, кардиналы. Это, кстати, то, почему мы изначально, начав работать достаточно много с фареграунд экстракшеном, используя много-много-много и посвятимый в этом достаточно большое количество времени, в результате от него отказались, потому что, ну, тут надо было заниматься или действительно научным погружением фареграунд экстракшен для различных погодных условий и условий освещения, ну, или найти какой-то более эффективный, оптимальный путь. А, кстати, вот так вот тоже может быть. Вот это вот было вообще прекрасно, это наша первая съемка. Мы пришли на первую съемку, причем пришли на первую съемку с профессиональной, вот там вот ребята на первом кадре команды стояли с ПТС-кой, мы взяли профессиональные камеры, друзья, с 1 плюс 1, развернули камеры, поставили, и сразу понимаем, что не так. Во-первых, это полная мощность камер, то есть мы потеряли углы, то есть камеры не подходят. Поле прекрасное. Вот как здесь определять линии и вот теми классическими методами, ну, вообще непонятно. Решение, которое есть сейчас, и вот тут уже начинаются сеточки. То есть у нас есть небольшие, не совсем глубокие, несколько конволюционных сеточек, которые по сути готовят нам материал для кастом-треплейт-мейчинга, по которому мы определяем, где находятся линии и полностью всю геометрию поля. И после этого мы уже сшиваем это поле. Выглядит это примерно вот так. То есть вот это результат, то, что мы получаем на выходе наших сеточек. Я сознательно сейчас не останавливаюсь на тактике, вернее, как на самой технике сеток, потому что это или вопросы в кулуарах. Ребята до этого достаточно много уже формул показали. Я думаю, можно немного отдохнуть. Вот. Дальше. Следующий блок, то есть мы получили, самое главное, мы получили фрейм, сшитый видеопоток, который нас абсолютно устраивает. Мы получили абсолютно достоверную, то есть там вот с линиями, так точно у нас около пяти девяток, характеристику описания поля. То есть мы знаем полную координатную сетку, где это, как поле расположено. Дальше у нас есть точки трансформации, точки привязки, все классно. Дальше мы, самое простое дальше найти, выполнить задачу детекции. Детекции объектов, в нашем случае персоной. Казалось бы, опять же, все же решено. Под Йола, я понимаю, достаточно широкий класс современных архитектур, которые позволяют это все сделать. Все супер, все классно, но только на вход они готовы работать с одной восьмой от кадра поля. Минус второй, это все-таки скорость. У нас, то есть мы сознательно поставили ограничения, то есть вот самое максимальное, то, что из карт, то, что мы используем, это 1070 в мобильном исполнении. Все. Больше считаем мощности нет. Поэтому мы хотим получить фрейм-фрейм. То есть мы хотим получить те же 24 прекрасных архитектур. Вторая проблема, то есть это не быстрота, вторая проблема. Все классические модели, они, как правило, натренированы достаточно нормальных дата-сетов. То есть картинка, которая есть, но в пикселях достаточно большая. В нашем случае при том, что картинка может быть в пикселях, вы представьте себе судью на задней линии, которая стоит на фоне изменяющейся рекламной полоски. Прекрасная задача определить его от трек. Поэтому Йола не зашел. Дальше то, что я говорил, фрейграунд, очень много техник работы с фрейграундом мы поиспользовали. Вначале мы начинали именно с него. Даже некоторые коллеги видели и знают об этом. Вот о том, что он работал на первой демо-амино-фрейграунд-экстракшн. Но как только у нас начало пополняться в базах тестовых видео, мы поняли, что мы не сможем, к сожалению, управлять геообстановкой. И с гидрогидрометом точно не договоримся. Поэтому надо было отсюда уходить. Третий достаточно большой и часто использованный метод, который есть, по сути, это grid-based. То есть когда ваш фрейм разбивается на мелкую сетку, и вы проходите, по сути, сканирование по этим мелким ячейкам, определение в ней, определение кандидата вокруг. Достаточно большое количество работ, которые были до этого, ребята из Турции, из Бахчисарая делали, они базировались именно на такой технике, как определять детекцию игроков. Но достаточно медленно. Очень медленно и очень сложно оптимизировать. Очень сложно оптимизировать, причем, ну, чтобы вы понимали, наш pipeline примерно в разработке был примерно следующим. Мы выбираем какую-то технику, метод, доводим его до определенной точности, получим, ну, вначале пошло видео, оно там 24 FPS. Все классно, у нас есть в резерве 24 FPS. Мы придумывали, взяли алгоритм, намиксовали, сделали, достигли какого-то accuracy, достигли какой-то стабильности, оп, на выходе мы имеем 12 FPS. Дальше мы начинаем оптимизировать вот это все. Оптимизация – это, значит, залезть под капот и переписать практически реализацию некоторых компонентов. Это очень много оптимизации умножения матриц, это использование различных библиотек для того, чтобы перенести, опять же, те же дискретные вычисления куда-нибудь подальше, опять же, максимально задействовать GPU и так далее. Но то же самое, медленно, грид достаточно медленный и не сильно аккуратный, потому что у вас всегда есть шанс, что при разбиении вы одного, ну, один кандидат персона будет разбросано по нескольким вот этим вот ячейкам. Значит, у нас оно работает, и мы пытались сформулировать, как это правильно назвать. В общем, получилось некое сочетание детерминистичных методов и классификаторов, которые построены на достаточно простых, условно, можно сказать, сетках, и, да, это работает очень быстро. Трекинг. Трекинг модуль, то есть мы кандидаты, кандидаты в детективе, у нас есть все кандидаты. Единственное, по кандидатам могу сказать, есть одно допущение, мы четко знаем, как вы понимаете, четко знаем, где поле, где его находится, его контуры, и поэтому мы всегда можем себя четко ограничить, в какой зоне мы будем искать. То есть мы не ищем и знаем тех, кто не находится в поле, мы всегда знаем именно тех, кто находится в поле, и мы знаем логику динамики тех, кто находится в поле. Поэтому мы тоже учитываем и в детекции, и, собственно, трекинг. Трекинг. Три большие группы задач решают. По сути, это классификатор команд, трекинг мяча и индивидуальный трекинг игрока. То есть это запись его трек-лога по ходу всей игроков. Классификатор команд. Задача на самом деле достаточно сильно коррелирует с Игорем, который читал первый доклад. Вот это, по сути, мода. Все игроки достаточно модные, поэтому у них есть форма. И мы, то есть они несут, это и есть информация, которая, собственно, нами используется для того, чтобы их кластеризировать. Да, мы говорим о том, что у нас нет никакого, еще раз повторяю, нет никакого ввода ручного перед игрой. То есть мы не занимаемся вводом и описанием команд, там и пометкой, как делают в некоторых системах статистического учета в Телегин. Там есть вариант, когда ты можешь пометить игроков, и назначить их в определенный класс. Мы работаем не так, мы работаем в режиме автоматическом. Значит, две базовые основные техники, которые здесь использовались, мы достаточно много работали за гистограммом. Гистограммы, в принципе, понятные, быстрые, дают большую интерпретируемость того, что мы можем найти. Но, исходя из качества картинки, они дают очень низкую эквироси, потому что тот же фон на дальних горизонтах, он может дать вам существенный сдвиг в гистограмму. Увеличение количества бинов гистограммы не всегда приведет к увеличению качества того, что как-то это было, увеличение качества классификации. И опять-таки, проблема в том, что красно-белый и бело-красный – это две абсолютно разные вещи. И вот в гистограмме, вы понимаете, да, вот бело-красный и красно-белый, то есть это верх-низ на сверху. Но на самом деле можно оценивать, но опять же, если на дальнем фоне, на дальнем горизонте фигура, то энергетические спектры красного-белого условно будут одинаковы. Вот. И вверху, внизу, ну, гистограмм нам не даст такую информацию, мы ее не получим. Другая техника, но тут опять-таки уже для этой аудитории ничего нового. В первом докладе вы слышали, это эмбеддинги. Это эмбеддинги, которые строятся для игроков. То есть в нашем случае мы еще добавили. Ну, эмбеддинги с небольшим добавлением. То есть в нашем случае мы еще добавили кортфон при построении эмбеддинга. То есть мы еще задаем координатную информацию в сам эмбеддинг о том, где, в каком месте находится слой. Да, в данной ситуации эмбеддинги проигрывают по скорости. То есть скорость работы меньше. Необходимо лезть под капот и писать свои, то есть мы писали свои кастомные функции потерь. То есть мы играли с SOS Max, с Face, с Arc Face и вот кортфонвом. И это, кстати, одна из причин, тоже, можно сказать, появляется магическое слово. То есть какое-то время мы сделали полную ставку на PyTorch и переключились полностью на него. Взяли его для себя как фреймворк, именно дип-фреймворк, с которым мы работаем. До этого мы игрались, ну, использовали Tensor и Keras. Но вот в какой-то момент времени, в момент времени, когда нам надо Абла получить скорость, то есть мы делали ставку. Окей, в этом году мы ожидаем получить 1.0 и магическая трансляция в кафе, магическую скорость, которая есть, для разработки и для большего качества дебага. Мы согласны использовать PyTorch, нам будет это лучше, легче. Плюс к этому свои лейеры и своя оптимизация, которую нам было комфортно делать. И еще плюс… просто он нам нравился, потому что PyTorch и у нас есть фанаты, которые просто вот… ну, вот, вот, все. Ну, в принципе, ничего плохого, и, в общем, получился полный PyTorch. Ну, в принципе, ничего плохого, все достаточно хорошо нас устраивает, и мы с содроганием все отслеживаем, когда будет 1.0, и вот смотрим, и смотрим, и надеемся. Вот. И, если по-моему, на эмбеддингах… Да, и наш выбор эмбеддинги, собственно, и классификатор на эмбеддингах… Вот. Такая же история, детекция кандидатов на мяч, такая же история, то есть детекция кандидатов, детекция кандидатов на мяч происходит частично таким же образом, как и детекция кандидатов в персоны, используется, ну, трекер, понятно, и предикция, как обычно, для любого баллистического снаряда вы рассчитываете возможную траекторию его перемещения. Вот. И иногда используются трики, когда мяча не видно, то есть если мяча не видно, и мы знаем, что он вошел в какую-то коллизию, значит, он цепляется за коллизию. То есть условно, мяч более часто может быть потерян, опять же, в моменты дриблинга, в моменты треков, то есть когда идет борьба за него, но мы знаем, в какой точке мы его хотели. Ну, и для мяча, опять-таки, для мяча очень много, ну, мяч вы сами видели по картинкам, очень сложная сущность, которую нужно найти на фрейме. Вот. И используем много разных техник, опять-таки, и гистограммы на градиентах, и гистограммы с light GBM-ом работают вроде быстро, но не абсолютно точно. Поэтому, опять-таки, здесь тот же самый, небольшие сеточки, которые используются как классификатор. Индивидуальный трекинг игроков. Индивидуальный трекинг игроков, мы уже знаем кандидатов, мы уже умеем классифицировать, и у нас есть трек, ну, плюс к этому у нас есть некоторые еще свои фичи, которые отрабатываются, то есть некоторые свои коэффициенты, условно фичи. Это принадлежность команде, это индивидуальный эмбейдинг, и, по сути, трекинг происходит, классификация уже вот этих эмбейдингов для конкретного пользователя во время. уже мало можно пропустить. UI, самое главное, то, что говорила это, UI, вот как раз Время уже мало можно пропустить. UI, самое главное, то, что говорил, это Smart Broadcast. Здесь мы уже имеем информацию о том, где у нас находится, что какая информация на поле, и что происходит, поэтому мы можем достаточно быстро делать цифровой зум и перемещение нашего глаза Саурона на любую ручку. Маленький блочок на самом деле он очень сильно определяющий. Утилиты. Маленький блочок на самом деле он очень сильно определяющий. Вот просто вот ребята, Игорь тоже начинали очень много с датасетов. Так вот, мы собрали под себя полностью датасет. То есть нет датасетов, на которых можно опираться и доверять им, что ты на них сделаешь, натренируешь качественно модель. Мы за это время отснимали порядка 30 часов видео самостоятельно со своим камерным с различными камерными сетапами. Написали набор утилит. То есть он маленький, но на самом деле он очень мощный. То есть здесь много, даже здесь есть маска с арсенами. Мы их сюда вставили. Не знали куда, вот вставили сюда. Это полуавтоматические тулы по сути для автолейблинга и для подготовки датасетов. Ну, в нашем случае. Опять-таки, очень много потратили время на выбор и модели для аугментации данных, потому что это очень существенно. Как вы понимаете, у нас несбалансированные датасеты тоже могут быть, потому что судьи и игроки разное количество. Воротники и игроки тоже разное количество. И, кстати, к примеру, если говорить о судьях, то судьи у нас не классифицируются, мы просто им ловим как аутлайр. Да, и вот основа 18 игр мы записывали на пяти стадионах. Киев, под Киевом, Львов. Вот у нас получилось 30 часов видео различного, из которого мы нарезали датасетом. Вот. Да, у нас тут пять сеточек. Вот полтора миллиона картиночек датасетик. И мы не останавливаемся над этим. Мы еще лейбуем, мы еще делаем. Проект находится в стадии очень тяжелой разработки, потому что сейчас то, что мы рассказываем, это, скажем, условно там предрелись, потому что основа, мы будем рассказывать и показывать его более публику в Лондоне и Феврале. Вот. И близкое, ну то есть то, что мы делаем уже сейчас, и то, чего не хватало этому фреймворку, это мы интегрируем внутрь тест-фреймворк, который базируется, по сути, на метриках мод. Вот. Вот. И он полностью позволяет нам построить и сделать интерпретируемость изменений в наших моделях, ну в нашей системе в зависимости от модели, от input stream. То есть он достаточно глубоко пронизан через весь фреймворк. Вот. И я… Сам себе даю access. Супер. Я… Сам себе даю access. Супер. Я… Сейчас. Типа. Я сам себе дам access. Сейчас. Типа. Я сам себе дам access. Супер. Все. Хорошо иметь свой ноут. Хорошо иметь свой ноут. Вот так это работает сейчас. Это реально. Вот камера стоит на… Вот так это работает сейчас. Вот матча. Это реально. Вот камера стоит на Лобановской. Вот матч. Это Олимпика. Карпаты. Вот начало матча. Детектор. Детектор. Идут несколько немного служебной команды. Разбиение. Дальше пошел. Судьи игрок. Воротник. Вверху вот это вот… Дальше пошел. Пошла игра. Вверху вот это вот… Ну такая вот… Голлайклихуд. Это по сути сборная… Сборная фича, которая на основании там пяти компонент рассчитывает вероятность взятия ворот в той или иной команды. Вот примерно это так. Ну да, вот вы можете видеть, что мы получаем для любых проекций координатную информацию, треки персональные, можем их там проектировать, там чего-то еще с ними сделать. Ну дальше уже начинается мир очень большой, мир и уемкий спортивной статистикой, которой очень много, и мы будем стараться подать к ней информацию в большом количестве, в большом объеме. Вот, собственно, это так работает, это одна демонстрация. Уже можем переходить к вопросам, но просто ребята попросили вот показать еще такой слайд, что еще одна штука и 24 повреса. Я получил добро показать это вот так. Вот я здесь сделаю, я же говорю, все здесь. Вот, пожалуйста. Вот я здесь сделаю, я же говорю, все здесь, вот, пожалуйста. Вот эта машинка 1070 мобайл. Вот эта машинка 1070 мобайл. Ну и плюс ко всему у меня там еще чего-то как-то там, что запущено, и плюс ко всему у нас есть еще резервы, то есть открою страшный секрет, мы еще умеем и дропать фреймы, это абсолютно не влияет. Сейчас этого нету, но мы еще умеем дропать фреймы, это абсолютно никаким образом не влияет на то, что происходит, но на качество обнаружения, ну, детекции. Вот, собственно, то, что мы хотели показать. Мы вроде выложились, поэтому… Да, я так понимаю, можем переходить к вопросам. Вот сразу, сразу есть первый вопрос. Да, добрый день, спасибо большое за доклад, очень интересно. Два вопроса, на самом деле, у меня. Первый вопрос, как вы решаете вопрос, связанный с IP-видео? То есть вы снимаете камерой, то есть вы можете задать разрешение? Да, у нас она есть. То есть от организаторов матча, чтобы… Это система для лидерации. А второй вопрос, пытались ли и пробовали у вас эксперименты с синтетическими датасетами, поскольку есть какая-то достаточно популярная игра? Да, у нас была одна безумная идея, это UEFA. Значит, смотрите, особенности, очень идеальная картинка UEFA, по сути, UEFA игры. Мы не можем там сымитировать две вещи. Мы сейчас, как мы рассматриваем, не можем две вещи сымитировать. Это поставить камеру так, как нам надо. Мы хотели бы это ставить, нам важен понимать, ну, какой-то наш, как он стоит. И, собственно, сама среда, в которой происходит гидромет. Тучи облака, освещение, это все очередливо, вот эти мелочи, они определяют все. И, естественно, вот эти вот живые сценарии, там есть у меня, там несколько картинок, особенно во Львове, там классный такой гидрёный коричневый дым, синий дым и так далее. Вот эти вот артефакты, которые могут возникать. Поэтому, на самом деле, мы смотрим на UEFA, но больше для подготовки каких-то тестовых вещей, это да. То есть, да, мы туда смотрим, но мы еще не делали, но в планах у нас стоит галочка стоит. Интересно и мотивирующий, на самом деле. Спасибо за доклад. И очень интересный и мотивирующий, на самом деле. Такой вопрос. Вы говорили 9 месяцев на имплементацию, да? За 9 месяцев мы создали. А сколько человек? Сколько человек за 9 месяцев создали? А вы видели там, мы никого не… 6 человек, да. Но это великие люди. Вы несколько раз сказали, что Zero Operated, что все автоматизировано. Скажем так, ну как я понимаю, вот эти вот 5-7 минут до начала матча, В принципе, это время, когда можно там в какой-то центральный офис отправить картинку, там сядет оператор, все прометит. А теперь вам надо озаботиться о том, что у вас была устойчивая смена этих операторов, чтобы они зафейлили, когда к ним придет картинка, чтобы у вас был канал связи, чтобы они вовремя успели и так далее, и так далее. Разнесение сущности, то есть построение дистанции, усложнение системы. Поэтому чем компактнее вы делаете систему, тем более она у вас оперативна. И это если мы говорим об оперативной подаче информации. С точки зрения, к примеру, спортивной тактики, вот если мы говорим о командах, то есть команды, как потребители, они оценивают этот инструмент для тактического анализа игры. Они могут быть в постпроцессинге. Тогда в принципе да, то есть многие системы, которые работают в постпроцессинге, они не заморачиваются на это, они знают, что они пришли, настроили, они сняли видос, принесли его на процессинге, и там единственная борьба идет за скорость процессинга. За сколько ты его в процессинге, так быстро ты его сделаешь, какие мощности. Ну и пока это тоже мы выиграем, то есть мы можем тоже снимать, потом приходить к себе, не заморачиваться, настраивать, предпроцессить, отдавать результат. Ну, отдавать лофтрекинг. Еще интересно, вот по поводу ограничений в фортваре, пробовали ли вы что-то типа Джетсона, и можно ли, допустим, взять два ноутбука, положить их в сумку, и как бы на один четный, а другой нечетный продвигать. Можно и так, Джетсоны, вот ребята как раз только приехали из Мюнхена, они говорят, что их в принципе уже впечатлило текущее состояние Джетсона, и это один из, то есть вы правильно заметили тренд, то есть когда мы говорили о том, что наша система разделена на модули, она сделана потому, что мы потом хотим уйти в МРЭД, ну, то есть мы хотим разнестись, поэтому и, собственно, минимизация расчетных мощностей, почему мы ищем те методы, алгоритмы, и оптимизируем алгоритмы для того, чтобы минимально нагрузить computation. То есть мы хотим некоторые компоненты оставить на маленьком устройстве. Мене вопрос о треномах, о академии. Доброго дня, дякую за них, Влад. Мене вопрос о треномах, о академии. Уявим, что у нас есть поле, и там одночасно на поле не вдовж, а поперек там три команды. А вот три игры, шесть команды, три мячей, нерив и т.д. Чи, возможно, в вашем выкрутите саме для таких целей? Как важно это в принципе заимпатить? Как сейчас, ну, в данной реализации нет, однозначно, потому что мы не тренировались на этом, но вот прямо вот буквально в этот месяц мы перешли, пересвичер из большого футбола на футзал. Вот, и мы сейчас начали набирать материал для, ну, датасет, именно под футзал, там своя специфика, свой размер поля, опять-таки уже несколько других вещей. Опять же, кто-то, что вы видели, система модульная, туда фитятся совсем другие модели, они там более эффективно работают. У нас получается, что вот то, что я сейчас показал, оно актуально для большого футбола, больших полей, открытых полей. А то, что вы говорите, как задача может быть, мы ее пока не решали, потому что ни одной запроса, все-таки мы больше ориентированы на спортивную статистику онлайн, для того, чтобы дальше на ней кто-то зарабатывал. Вот так. Что вы работаете в выпуске? Да, дякую. Дуже гарно. Что вы работаете в выпуске? Что вы работаете в выпуске? Когда идет дождь, прямо подчас футбольного матча? Пока ничего не случилось. Дождь был, пока ничего не случилось. Ну, у нас, ну, на вид компоненте у нас, ну, нормально. То есть наши методы, и алгоритм, которые есть, они с дождя не заметили, у нас был. Со снегом мы начинали, мы кое-как трекали, но вот мы ждем зимы для того, чтобы донабирать, донабрать именно материала под снег. И вот вы видели там первый матч, который у нас был, это вообще феерическое было. То есть мы пришли, ничего не предвещало, это март месяц. Пришли за стадион и снег, и динамо, и белый футбольный. Это был джекпот, просто джекпот. Вот, но, то есть это необходимо дотренировывать. То есть эти вырожденные случаи, да, будем делать.